Без лент-лиза масштабного, в том числе лент-лиза боеприпасов, лент-лиза снарядов, порохов артиллерийских, которых у нас катастрофически не хватает, в основном по этой причине у нас выпас боеприпасов недостаточен. Но мы не то что воевать сколь угодно долго не сможем, мы просто можем оказаться голы и босы во всех отношениях перед противником уже в середине или даже к концу этого года, зависит от интенсивности боевых действий. Уже сейчас батальоны мобилизованных и другие части в значительной степени не могут быть снабжены боевой техникой согласно штатным расписаниям и по факту переформируются в обычные легкопехотные стрелковые с минимумом боевой техники или вообще без нее. Поэтому мы не можем сформировать те четыре артиллерийские дивизии, которые собирался сформировать господин Шойгу. Нас нету для этого пушек. Более того, через какое-то время мы не сможем заменять даже вышедшие из строя артиллерийские системы. Подчеркиваю, в достаточном количестве заменять. Не говоря уже о том, что наши изумительные генералы во главе с Кретином Герасимовым просто жгут и бросают технику в таких количествах, что никакая промышленность не выдержит. 450 бронеединиц, которые бросили под изюмом, ну, извините, это потери бронетехники, сравнимые с потерями немцев в Курской битве. И то они, наверное, меньше потеряли. Какой восторг! Поэтому позиция Китая, которая единственной может дать нам ленд-лис, чтобы продолжать эту войну сколько-нибудь успешно и чтобы победить в ней, она сейчас критически важна.